В левой руке сникерс, в правой руке документы по уголовному делу. Я иду по коридору большого спецблока в основной корпус сезона заседания Мосгорсуда. Разбудили поздно, позавтракать не успел, вот и приходится жевать по дороге. Основной корпус, он же общий, служит постоянным местом жительства для большинства арестантов. Именно в него обычно попадают после прохождения всех карантинов, но не в моем случае. Формально, режим содержания в общем корпусе и на спецблоке не отличается, а потому для помещения на спец не требуется какого-то особого повода, как, например, для водворения в карцер. Фактически же, это тюрьма внутри тюрьмы. А что такое тюрьма? Это прежде всего изоляция. Подобно тому, как тюрьма изолирует арестантов от внешнего мира, спецблок изолирует нас от большей части арестантов, а заодно обеспечивает еще один уровень изоляции, чтобы никакой связи, кроме подцензурных писем, которые приносят раз в неделю, точно не было. Цензура, кстати, работает медленно, но верно. Иногда даже слишком. Так, в одном из писем от друга я получил пару шахматных задачек, записанных в стандартной аннотации. Взял доску, расставил фигуры, подвигал немного и написал в ответном письме решение. Но не тут-то было. Бдительный цензор ублюдал в шахматной аннотации шифры, тщательно замалевал написанное. Родина может спать спокойно. В правой руке документы. Я возвращаюсь на спец. В переполненном зале заседания я был искренне рад видеть каждого и каждую из вас, хоть переглянуться удалось лишь мельком. Также порадовало и даже приятно удивило количество собранных поручительств. А решение... решение было известно заранее, что, конечно, не мешает его обжаловать. 18 июля 2022 года. Матроска. Дима.